Здравствуйте, друзья! С вами репетитор по школьным предметам Елена Владимировна. И сегодня мы будем говорить про математику. Мы разберем пример из всероссийской проверочной работы ВПР это называется, то, чего вы так боитесь, на отрицательные числа. Бояться не надо. Рассказываю всегда на своих уроках все просто обыкновенным человеческим языком, без терминов и определений. Ну, давайте посмотрим. Смотрим, например, что должны сделать сначала. Всегда определяйте порядок действий. Что будете делать в начале примера, а что потом? Конечно, в скобках умнички. А потом делаем деление. Выписываем первое действие. Все, сразу поплыли, я слышу. Посмотрите, минус 120 – число отрицательное, плюс 93 – число положительное. И совершенно непонятно, что делать с этим. А бояться не надо, я сейчас расскажу. Так, представляете, обыкновенная ситуация может случиться с каждым. У вас не было 120 рублей на пирожок, а вы хотели его, он вкусный, с творожной начинкой, а может, с яблочной. И он стоил 120 рублей. У вас нету. Приходите домой, говорите, мам, там пирожок, я завтра хочу купить его безумно, прям мечтаю о нем. Мама говорит, да без проблем, на тебе 93 рубля. Итак, пирожок стоит 120 рублей, а мама дала вам 93 рубля. Нет, у вас 120 рублей на пирожок, а появилось у вас 93. Скажите, вы сможете купить пирожок? Умнички мои, хорошие, умные ребята. Не можете, вам не хватает. А прикиньте в голове, примените смекалку. Вы же понимаете, что вам не хватает 27 рублей. А раз не хватает, значит, у вас их нет. А раз нет, значит, минус. Вот и все. Очень все просто. А вы все время боитесь этих минусов. Второе действие. Друзья мои, опять порядок ваших вычислений. Сначала вы разбираетесь со знаками. Минус на минус. Минус делить на минус. Минус на минус всегда плюс. Я плюсик поставлю, но писать его не обязательно. Но он существует. Получается 9, потому что 27 делить на 3, табличка умножения, молодцы. Конечно, 9. Ребят, ответ примера 9. И с вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Все разбираю простым человеческим языком. Ребята, обращайтесь. Пишите мне, пожалуйста, темы, которые вы не понимаете. Все выложу, все расскажу, все разберу. И ребята мои, которые ко мне ходят, мне тоже помогут. А на сегодня все. Удачи вам на контрольных экзаменах. И ни пуха ни пера. Субтитры создавал DimaTorzok